Итак, дамы и господа, спешу представить вашему вниманию обзор модели И-16 Тип-24 от компании ICM. Каталожный номер 48097. Модель является новинкой, выпущена в январе 2017 года. Итак, кратенько о коробке. Упаковка стандартная для ICM современного, то есть красочный бокс-арт с верхней крышкой из тонкого картона и более крупная внутренняя коробка. Далее переходим к просмотру летников. Итак, в наличии два литника пластика серого цвета, литник прозрачного пластика с прозрачными деталями, инструкция и декаль, прикрытая защитной бумагой. Соответственно, все эти элементы были упакованы в прозрачные пакеты, самозапечатывающиеся. Перед снятием обзора я их оттуда извлек. Итак, кратенько об инструкции. Сначала, на первой странице инструкции, выполненной в виде книжки формата А4, идет краткая историческая справка, тактико-технические характеристики самолета на русском и английском языке. Также, таблицы используемых красок в палитре Ревела и Тамии, а также легенда к схеме сборки. На первой странице, как мы видим, расположение деталей на литниках и порядок сборки самолета. Как видим, крыло состоит из нижней и двух верхних половин, и лироны отдельно. Далее, как видим по инструкции, довольно детализированный кокпит. Интересная схема сборки приборной доски. Отъемные двери кабины пилота. Довольно детализированный двигатель. Съемные капоты, возможно, будут сделать. Шасси также высоко детализированы. Собственно, в наличии весь обвес самолета. То есть, литники с пулеметами выполнены отдельными деталями. Трубка ПВД, вентури, фотокинопулемет. Все выполнено отдельными деталями. То есть, при сборке повредить их, либо выломать, очень сложно, так скажем. Далее, схема окраски, как видим, стандартная. То есть, зеленый верх, голубой низ. И серо-серебристый шаг 4-го гвардейского истребительного полка Балтийского флота. На этой машине, если не ошибаюсь, литал Аст Соколаев. Декаль. Новая декаль ИСЕМ. Эти декали уже не рассыпаются. Качество их повысилось. Как видим, есть надписи, номера, знаки гвардия. Как видим, цвета вполне себе приличные. Никаких съездов. Ничего такого нет. Есть некоторое количество технички. Но на тех самолетах технички было не так много. Так что, думаю, этого будет вполне достаточно. Далее. Прозрачный детьник. Козырек кабины пилота. Приборная доска. Прицел. Два бана. Все отлито достаточно качественно. Пластик достаточно тонкий. Помутнений нет. Далее. Детник серого цвета под номером... Под литерой А. Верхние консоли крыла. Нижняя часть крыла центроплан. Шпангоуты. Щитки. Фюзеляж. Лобовинок капота. Собственно, сам фюзеляж. Как видим, отлито все достаточно хорошо. Утяжа на блое нет. Да, еще спешу обратить внимание на проработку кабины пилота изнутри. Ну и, собственно, здесь скрепится моторама. Тоже имитирована ферма. Так, второй литник. Здесь, как видим, элементы двигателя. Различного рода мелочевка. Внутренности кабины. Шпангоуты. Моторама. Детали капота. Все выполнено достаточно ожирно. Хотя, вот, присутствуют, как видим, небольшие утяжины. Но особых проблем они не доставят. Особое внимание, вот, на приборную доску. Выполнено все достаточно ожирно. Метод бутерброда надо будет посмотреть уже на готовой модели. К сожалению, сейчас я об этом ничего сказать не могу. Но инновация довольно интересная. Также хочу обратить внимание, вот, на этот момент. ICM это первая фирма, которая догадалась сделать окна освещения приборной доски и ручки посадки пилота. Ну, на этом, думаю, все. Кратенько. В общих целях очень хороший набор. Рекомендую к приобретению. Цена на набор достаточно низкая. Составляет 800-900 рублей российских. На территории Российской Федерации. На этом все. С уважением, ДЭС.